Слава Господу! И это так или иначе связано с моей проповедью о возвращении блудного сына. Проповедь, которая связана не только с знаменитой притчей Христа, но и с знаменитой картиной Рембрандта «Возвращение блудного сына». Помните, да? Это проповедь. И сегодня мы продолжим. И мы продолжим говорить уже не в плане, как мы говорили, о блудном сыне взаимоотношения отца и сына. Сегодня мы посмотрим на взаимоотношения матери и сына. Не менее важно. Очень интересно, что в религиозной живописи есть такие сюжеты, которые называются «Пьета». «Пьета» — это с итальянского означает жалость, сострадание, милосердие. Вот. Я думаю, многие видели. Это сцены, где оплакивают Иисуса Христа. Мария оплакивает своего сына Иисуса Христа. Давайте откроем вместе с вами Евангелие от Луки, 23 главу. И прочитаем 46 стиха. Предпоследняя глава этого Евангелия, где как раз говорится о страданиях нашего Господа на кресте. И 46 стих показывает его смерть. Иисус, возгласив громким голосом, сказал «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». И сие сказав, испустил Дух. Сотник же, видя происходившее, прославил Бога и сказал «Истинно этот человек был праведник». И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же знавшие его и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Тогда некто именем Иосиф, член Совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в Совете и в деле их из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царства Божия, пришел к Пилату и просил тела Иисусова. «И сняв его, обвил плащаницей и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен». Очень ясно, что же происходило именно в тот момент, когда сняли тело Иисуса Христа и положили его во гроб. Очень ясно не раскрывается вот этот уже поздний пятничный вечер, что же там было. Но исходя из Евангелия от Луки и других Евангелия, традиционно считается, что в это время с Иисусом было семь человек. Ну как с Иисусом? Тело Иисуса переносили семь человек. Это Иоанн Богослов, мы помним, как написано, когда все разбежались, Иоанн Богослов в Евангелии Иоанна показано был там. Иосиф Аримафейский, мы видим, здесь о нем говорится. Никодим, тоже один из учителей. Мать Иисуса, Мария и ее две сестры, Мария Клеопова и Соломея, тоже встречаются в разных Евангелиях, что они были в это время. И Мария Магдалина, вот семь человек. Артемы, считается, были вот в этот короткий промежуток. Вот, но сам сюжет пьета, к сожалению, это там, где мать именно оплакивает своего сына. Я хочу вам показать две такие знаменитые пьеты, да. Это первая Сандра Боттичелли пьета, это конец 15 века. Видите, вот Мария обхватывает тело, вокруг также скорбящие люди. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Тут восемь. Не знаю, почему. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Тут восемь личностей. Ну, вот, девятый Христос. Вот, это конец 15 века, знаменитая. Есть у Тициана, это уже 16 век, тоже не менее знаменитая пьета. Вот, тоже разные фигуры, оплакивающие уже телом Христа. И, конечно, мать, которая находится рядом с ним. Но сегодня мы поговорим, наверное, о самой знаменитой, самой известной пьете, которая принадлежит гениальному Микеланджело Баонаротти. Микеланджело – один из, наверное, самых гениальных итальянских мастеров эпохи Возрождения. Да, мы даже, думаю, те, кто вообще далек от искусства имя Микеланджело, слышали его знаменитые скульптуры. Там, например, Давид, знаменитая его скульптура. Вот, он был и скульптором, он был и художником, он был и поэтом. Ну, как мы говорим, человек Возрождения. Когда Микеланджело было 6 лет, умерла его мать. И вот тоска по матери как-то была с ним практически до конца его дней. И в его работах женщины почти никогда не бывают на вторых ролях. У женщин в творчестве Микеланджело чуть ли не ведущая роль. Например, в знаменитой Сикстинской капелле, где Микеланджело изобразил как бы предков Христа, он же мог бы выбрать предков по мужской линии, но он изобразил вот именно женское родство в Сикстинской капелле. Вот, когда он был еще мальчиком, он проявил талант в рисовании. Отец, такой обедневший аристократ, отправил его учиться к одному из самых модных художников того времени. Ну, и быстро стало ясно, что у подростка большой дар. И через короткое время не только стали ему сверстники завидовать, но даже его учитель стал ему завидовать. И вот вы знаете, вот одно из черт Микеланджело, Микеланджело очень много работал. И он вообще даже говорил, что чтобы себя найти, не нужно вести бурную жизнь, нужно только постоянно помнить о смерти. Он говорил, что он получает свыше образы и не может успокоиться, пока не воплотит эти образы в какое-то произведение искусства. И вот эти, конечно, знаменитые его слова, которые, я думаю, тоже многие знают, знаменитые слова Микеланджело, что он видит статую в глыбе мрамора и просто, помните, что делает? Отсекает все лишнее. Он видит творение в глыбе мрамора и отсекает все лишнее. И вот еще одну хочу прочитать вам цитату Микеланджело. Я живу в любви и истинном свете Христа. То есть Микеланджело абсолютно верил, что Господь его призвал, чтобы через его творчество показать миру, что такое связь с Богом. И недаром даже его называли Божественным Микеланджело. Почему? Потому что они видели, что Бог наделил этого человека одним из, может быть, одним из значимых качеств творить. Бог-творец. И вот он наделил этого человека даром творчества. И вот, когда он еще был молодым человеком, в 24 года Микеланджело Буонаротти создал одну из самых знаменитых своих скульптур Пьета. Вообще, к теме Пьета Микеланджело возвращался неоднократно. Но это, наверное, самая знаменитая его Пьета, самая известная, самая такая, может быть, завершенная его работа. Изначально эта скульптура была предназначена для усыпальницы одного кардинала, но в конечном итоге ее перенесли в Ватикан. И если вы были в соборе святого Петра, наверняка эту скульптуру увидели. Пьета Микеланджело Буонаротти. Для этой скульптуры он специально поехал в Карар, выбрал цельную глыбу. То есть эта скульптура сделана из цельной глыбы карарского мрамора, где почти что нету каких-то полосочек, щербиночек. То есть вот эта цельная статуя карарского мрамора. И в отличие от произведений, которые он показывал раньше, традиционных, где помимо матери и Христа еще были какие-то фигуры, здесь нет никого больше, только мать и сын. Как мы говорили у Рембрандта, хотя там есть фигуры, но все сконцентрировано на двоих. Отец и сын. Здесь вот мать и сын. Причем они сделаны в натуральную величину. Искусствоведы, когда посчитали, там человеческий рост в этих фигурах заложен. И не случайно из этого цельной глыбы мрамора эти фигуры сливаются в одно. И много об этом говорят, много об этом пишут, что это словно слияние мужского и женского, живого, мертвого, одетого и нагого. Вот такое некое слияние. Но самое главное, конечно же, это вот как бы некая скорбь матери, потерявшей сына. И такое вот ее застывшее лицо, где даже вроде бы больших страданий нету. Оно как будто молчит. Но не случайно говорят, что маленькие печали и слова охотливы, а большое горе молчаливо. Как будто уже вот ничего не исправить. И даже говорят, что вот как бы множество складок, которые фантастически Микеланджело сделал на одежде Марии, говорят о каких-то вот этих изломах, изгибах, которые у нее внутри происходят. Но я хочу сегодня поделиться с вами вот именно тем, что Бог мне показал, что Бог мне некоторое время назад открыл. Знаете, обратите внимание, когда вот смотришь на эту статую, вот ощущение, смотрите, как будто Мария выглядит на лицо моложе своего сына. Обратите внимание, как будто вот это лицо и сама вся фигура матери, недавно родившей. И даже вот если вы посмотрите на всю скульптуру, вот есть ощущение в самой ее позе, как будто вот не будь там большого 33-летнего сына, обуть маленький ребеночек, вот Мадонна с младенцем, и она даже, заметьте, его так держит, вот словно направляет к своей груди, как у знаменитых картин Мадонны, да, словно вот мама, сейчас она хочет покормить своего мальчика. Еще тоже, смотрите, интересный момент, тоже не совсем такой типичный, хотя для, может быть, для Микеланджело типичный. Вот она сидит, и ноги у нее, видите, раздвинуты и довольно широко. Опять-таки некий намек на роженицу, женщина рождает сына, через нее сын приходит в мир. И вот когда смотришь к невольной ассоциации, роженица, она родила сына, одновременно на руках у нее, в такой позе, как будто она вот, младенца собирается кормить, и в то же самое время мы видим, что это никакой не младенец, а это сын, который прожил всю свою уже земную жизнь и закончил этот земной путь, завершил свой земной путь. И возникает некое ощущение, словно то, что мы видим в этом вселенной, в этом космос, вот все сливается, как будто вне времени. Здесь прошлое, она родила, словно настоящее, да, она вот кормит ребенка, и ощущение, словно она, вот эта молодая девушка, кормящая младенца, вдруг видит будущее, будущее, когда ее сын уже мертв, и вот это прошлое, настоящее, и будущее, все это словно сливается, сливается в ней, она смотрит словно на все на это. Драгоценное, знаете, что интересно? Когда разговариваешь с людьми, особенно с теми, у кого нет детей, говоришь, почему у вас нет детей? Как правило, знаете, что отвечают? Я вот сколько не общался, а чаще всего один и тот же ответ. Я не хочу, чтобы через меня в мир пришел человек, именно вот в этот мир, со злом, агрессией, несправедливостью, болью, горем и страданием. Зачем я буду обрекать дорогого мне человека вот на все, на все на это? В самом, вот очень интересно, вот в детях есть очарование. Почему? Потому что вот, вот на собрании, вот там какие-то дети бегают, там кто-то закричал, да? Вот заметьте, вот ребенок кричит, ну, кричит и кричит, а взрослый бы заорал, нас бы это так не... не умиляла. Я бы сказал, Женя, что-то куда-то там орет, разберитесь. Ребенок орет, ну, успокоится через несколько лет. А взрослого мы бы не потерпели так, согласитесь. Почему? Потому что словно ребенок, обратите внимание, это такой, как бы, нераскрытый потенциал, а кто из него может получиться? Да кто угодно. Может, он станет великим художником, а может, композитором, там, напишет какую-нибудь симфонию, а может, не одну? Может быть, он станет, там, каким-нибудь биологом, врачом, наконец, изобретет какую-нибудь вакцину от рака или от другой смертельной заболевания, станет спасителем для многих и многих людей, а? Кем он может стать? Да кем угодно. Поэтому мы всегда так смотрим на детей. Ну, как бы, вот такой потенциал. Потом, конечно, они вырастают, и, как бы, возможности все суживаются, 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 суживаются. А в ребенке-то огромный потенциал есть. И поэтому дети так умильно, мама кормит и смотрит на него, да? Ну, а кем же ты у меня станешь? Мореплавателем, там, не знаю кем, героем каким-нибудь. А вот в этой фигуре, как будто она вот смотрит, и здесь уже все видно. Вот этой загадки, кем же он станет? Вот она видит. Его конец. Она помнит его начало, как он рождался. И вот она словно вот эта вот молодая женщина, она вот сидит сейчас и и кормит его. Хотя сын уже уже давно не младенец. Прошлое, настоящее и будущее. И вот вы знаете, я когда смотрел на эту скульптуру, я все, наверное, прошлую неделю смотрел, молился, смотрел, и я почему-то чаще всего вспоминал даже не строки из Евангелия, которые относятся к Марии, или к Распятию, или к Воскресению. Мне почему-то чаще всего приходили строки из первой главы книги Экклезиаста. Вот у нас в начале года, помните, с вами был разбор книги Экклезиаста? Если вы не смотрели, я вам советую, потому что в этом году книга Экклезиаста буквально потрясла меня. Я не буду все рассказывать, но я хотел бы просто из первой главы прочитать несколько стихов. Вы знаете, книги Экклезиаста довольно к ней редко обращаются, особенно проповедники, потому что кажется, что там поставлен грандиозный вопрос, а ответа такого же, соответствующего грандиозности, как будто в этой книге нет. Но я думаю, тут есть две важные вещи. Во-первых, не всегда на грандиозный вопрос нужно тут же давать какой-то адекватный ответ. Иисус не боялся людей оставлять с вопросом. Я когда однажды это понял, я вдруг осознал, и мне не нужно обязательно, как принято каждую проповедь заканчивать восклицательным знаком. Иногда неплохо людей и с вопросом домой отправить, чтобы ты шел домой и думал. И тот ответ, который ты получишь, когда сам размышляешь, для тебя будет намного ценнее, чем то, что ты услышал здесь и, может быть, забыл быстро. Понимаете? А другая вещь, я абсолютно убежден, что на тот грандиозный вопрос, который задается в книге Экклезиаста, ответ во всем Писании. Все Писание, по сути, это ответ на этот грандиозный вопрос. Что же за вопрос? Ну, это вся книга вопрос, но я прочитаю только несколько стихов из первой головы. Давайте откроем первую голову Экклезиаста, и вот посмотрите. Второй стих. Суета-сует, сказал Экклезиаст. Суета-сует, все суета. Само слово суета, помните, мы говорили, это хевель, означает пар. Очень яркая иллюстрация, вот когда у нас зимой выходишь на мороз, выдохнешь, и белое облачко. Ты видишь это облачко, все, короткое время, и нет облачка. Вот это яркая иллюстрация, что стоит за этим еврейским словом, которое у нас перейдено как суета. Пар. Есть и нет. Суета-сует, сказал Экклезиаст. Суета-сует, все суета. Что польза человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки. И вот посмотрите, Экклезиаст начинает словно исследовать жизнь. И вот он говорит, ну давайте посмотрим на людей. Род проходит, род приходит, род проходит, род приходит, и такое ощущение, словно наша жизнь, она закольцована. Мы уходим, приходят следующие, проживают, уходят, приходят следующие, и ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды, и кружится, и кружится, и кружится, и кружится, и кружится, и кружится. То, что касается жизни. Дальше. Пятый стих. Восходит солнце, и заходит солнце. О, солнце, как разло, так радостно! Когда мы видим хорошее солнышко у нас на Урале, нам же радостно? Или мне одному радостно? Радостно нечасто бывает. Но все равно ты понимаешь, что когда-нибудь все равно еще будет, даже на Урале. Даже в нашем солнечном Екатеринбурге. Однажды оно взойдет сюда, и оно куда-то ушло, туда ушло, и думаешь, полетело-полетело куда-нибудь в другую галактику. Нет! Опять! 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 Подросток, опять! 20 лет, опять! 30 лет, опять! Солнышко крутится. Годы бедут, а оно... Годы бегут, а оно крутится и крутится, крутится и крутится. Дальше. Идет ветер к югу и переходит к северу. Кружится, кружится по ходу своему и возвращается ветер на круги свои. У нас как-то последнее время, как-то... У нас очень ветреная осень. Причем, знаете, такие ветры, они такие конкретные ветры. Словно они такие суровые, изготовленные на Уралмаш заводе. Просто деревья падают, да, вот эти ветки. Как-то у нас в последнее время ветер такой мощный. Крутится, думаешь, ну такой ветер, он так сильно дует, сейчас, наверное, на год ветра не будет. Нет, проходит время, опять дует. Снова, опять заду, дует и дует, дует и дует. Седьмой стих. Все реки текут в море. Думаешь, ну это хоть имеет начало, имеет конец. Утекли, и все. Но море не переполняется. К тому момент, что откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять чтить. Не знаю, знал ли экклезиаста то, что мы с вами учили в школе, да, круговорот воды в природе. Но то, что он описывает, это круговорот воды в природе. В ванну обычно не так. Если ты там наполняешь, там, вот посуду мы моем, да, если там отвернешься, уйдешь, там, телефон разговаривает, мы там пробкой затыкаем, там, вода набирается. А потом приходишь, осмотришь, уже все потекло, потекло, потекло. А на земле не так. Должно, по идее, уже все океаны переполнятся. А оно раз, и снова, и снова, и снова. И вот, словно, экклезиаст берет все основные стихии. Видите, огонь, солнце, да, воздух, ветер, вода, реки. И показывает, что все вот эти, вот все эти стихии кружатся и кружатся, кружатся и кружатся. Девятый стих. Аня, восьмой стих. Все вещи в труде. Не может человек пересказать всего. Не насытится око зрением. Не наполнится ухо слушаем, слушанием. И тут тоже все время, да, вот мы слушаем, мы слушаем. Вроде сколько лет уже слушаешь, что такое ты не слышал? А как в бездонную бочку? Ухо не насыщается. Сколько прекрасной музыки слышал, казалось бы, да все уже. Всяку, и классику, и джазы. И такую музыку, что и Микеланджело Боанна Ротти не слышал. А все равно раз какая-то музыка, и тебе нравится, и ты снова прислушиваешься, да? Не насыщается это. Ни ухо слышанием, ни глаза, да? Все вот это идет по кругу, по кругу. И мы слушаем, и слушаем. Смотрим, и смотрим. Девятый стих. Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят. Смотри, вот это новое. Ну это обычно те люди, которые не так давно живут на земле. Так говорят. Мне кажется, о-о-о, такой пандемии вообще никогда не было. Такой вообще не было. Да похуже были. Умирало не как сейчас. В Европе, в средние века, говорит, а вот третья до половины Европы переболела. Неудачно. Бывает нечто, о чем говорят. О, смотри, новое. О, такого никогда не было. А это уже было. Смотришь, ты такой в восторге, а люди уже более старшие смотрят. Как-то так. Не так восторгаются, как ты. А это уже было в веках бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем. Да и о том, что будет, не останется памятью у тех, которые будут после. Я вот, знаете, я читал, когда вот эти стихи на прошлой неделе. У меня почему-то внутри возникла схема атома. Как атом, так схематически изображают. Можно показать вот атом? Знаменитое изображение. Атом, да? Атом это греческое, неделимое означает. Пантичные века. Это же удивительно, какие мозги у них были. Додумались до каких-то неделимых частей. Правда, сейчас их тоже уже поделили и говорят, что нет, это неделимые, они там еще и дальше есть. Можно еще делить. Но это другой уже вопрос. Но вот само представление, смотрите, вот что-то, нечто неделимое, вокруг которого все крутится и вертится. И у меня, вы знаете, ощущение такое, когда я читал, когда я читал Экклезиаста, словно вот, вот Экклезиаст словно вот этот атом, который смотрит на кружение вокруг. Вода кружится, огонь кружится, ветер кружится, жизнь кружится, музыка кружится, картины кружатся. Все вокруг нас, вот тут, и ты словно в центре всего находишься. И вот этот грандиозный вопрос, и в чем смысл? Ну, поначалу прикольно. Вот это новое, это новое. Когда это новое уже по десятому кругу пошло. По двадцатому, по тридцатому, у некоторых уже по восьмидесятому. Ты такой, ну и в чем, ну, а для чего это все, да? Ты вот как будто находишься в этом. Ну, и что? Это и в нашей жизни происходит. Это происходит и в жизни всего нашего общества. Тоже ведь и в нашей жизни так вот, и общество все. О, какие-то надежды, о, о, сейчас все поменяется, наконец-то всем будет хорошо жить. О, теперь полны надежды, перестройки делаем, да? Потом прошло перестройки, а-а-а, потом раз, застой. Потом нас обманывают, обманывают, обворовывают. Все идет на спад, люди гневные, раздражительные. Весь мир до основания мы разрушим, и новые мы построим. Светлые, чистые, все разрушается, новые строятся. Опять отепель, новые надежды, подъем такой. Потом, ага, застой. У вас нет ощущения такой? Вот я сейчас смотрю, и опять такой, голод там у нас в стране, такие процессы происходят. Ощущение, что я в конец 80-х попал опять. Только тогда я такой был восторженный. Думаю, ну сейчас вообще Россия, она станет такой, какой еще никогда не была. Смотрю, как будто все то же самое повторяется. У вас нет ощущения такого? То же самое. Ну, нет ощущений, потому что, может, недавно жили. Я не про молодежь сейчас спрашиваю. А некоторые люди смотрят на меня, говорят, Виктор, ты еще Хрущева не помнишь? Там вот тут теперь, да, кот теперь. Ну, я при Брежневе пришел в этот мир. И вот это ощущение, как будто все вот в жизни общества. Так, и такие надежды, опять подъемы. Построим Царство Божие на земле. Новый мировой порядок. Все-все-все. Потом посмотришь, главные строители все карманы набили уже. Порядок не построили новый, а дома у них хорошие построены, новые. И надо снова. Это не то, не то, о чем мы мечтали. Нас обманули. Весь мир до основания мы разрушим. Кружение, а? Кружение идет. И вот ты, в конце концов, сидишь вот в этом все, да? В центре всего этого смотришь на жизнь. И вот если мы сейчас вернемся снова к гениальному творению Микеланджело Буонаротти, вы знаете, вот есть ощущение, словно вот Мария, она и есть вот этот атом, который смотрит на кружение жизни. В частности, на жизнь собственного сына. она видела начало, видела его служение, ходила его там забрать, когда посчитала, что он слишком много ненужного говорит. Так матерям часто кажется. И теперь видит конец. Все. Вот. Были у нее еще дети. Ну, мы протестанты считаем, что другие дети были. Кто-то считает, что не было других детей. Вот неважно, другие дети снова рождаются. И вот так вот пошло. И тут, поймите, тут дело не в католической традиции, которая слишком уделяет внимание Марии. Здесь нечто вечное показано. Вечное. Это как я хотел вам, когда мы разбирали картину Рембрандта, возвращение блудного сына, я хотел вам показать, что вот этот пожилой Рембранд, он видел себя не только в этом сыне, но и в отце. И вот ощущение себя тем, кто нуждается в милости и тем, кто призван давать милость. Тем, кто нуждается в прощении, потому что не идеальный, несовершенный. И тот, кто должен прощать, потому что Бог его призвал. Вот это ощущение себя, вот это двоякое. Я и отец, я и сын. Я и тот, кто нуждается. Я и тот, кто могу давать. Точно так же, вы знаете, мне кажется, вот в этой картине, вот словно не случайно это единое, а вот эта глыба карарского мрамора. Эти фигуры, они словно слиты вместе, потому что ты словно видишь себя и в матери, и в сыне. Я напоминаю вам, что, конечно, Иисус Христос, Сын Божий, да, но мы помним, что Он не только был Сыном Божьим, Он был кто еще? Сыном человеческим. И Он точно так же, написано, был искушаем во всем. И Он точно так же прожил свою жизнь. Причем, мы знаем, Он прожил жизнь служа небесному своему Отцу. И точно так же у нас есть так называемая вот эта внешняя жизнь. Наши дела, мы там где-то учимся, мы знакомимся, мы женимся, кто-то выходит замуж, рождаются дети или не рождаются дети, потому что зачем их рождать в этом ужасном мире. Но так или иначе, более-менее у всех похоже. Ты такой непохожий, как и все непохожие. Ты такой уникальный, как все. Уникальный. И вот эта вот наша жизнь, да, и одновременно словно есть какая-то точка, из которой ты смотришь, в том числе на свою собственную жизнь. И вот это, словно соединение в каждом из нас временного и вечного. Что мы ощущаем? С одной стороны, мы отлично понимаем, особенно когда присутствуем на каких-то похоронах, что однажды и у нас сия процедура будет. Мы ощущаем вечность, мы понимаем собственную конечность. Мы сегодня смотрим, подходишь к зеркалу и смотришь. Сегодня братья говорили, там у кого-то нет вообще волос уже, а когда-то были. У кого-то они остались, но цвет поменялся. Это еще лучше вариант считается. Хотя сейчас, как сказать? И вот ты смотришь на все на это, да, вот, и одновременно ты внутри себя понимаешь, что ты никогда не умрешь. Есть внутреннее ощущение, это вот двоякое чувство. С одной стороны, страх смертности, страх конечности, а с другой стороны, ощущение какого-то, что есть некая часть в тебя, которая не умрет. И вот это вот сочетание, мне кажется, оно вот фантастически и передано, вот именно этим и отличается гениальное творение просто от хороших, талантливых произведений искусства. Вот это ощущение, мы видим себя, мы видим и свою человеческую конечность, конечность своего земного пути. Я сейчас не говорю про воскресение Христа, конечно, как сына Божьего. Мы сейчас смотрим на него, как на сына человеческого, которым он и был прежде всего для своей матери. Какой бы там твой сын ни был, там президент, премьер-министр, великий гений, но для мамы в любом возрасте ты, сын, как для родителей. Я когда прихожу домой, меня такими словами, папа сама моя называет, что смотрит, мне папа говорит, ну иди сюда, малыш, они смотрят, мои дети смотрят, наш папа малыш. Мой папа говорит, иди ко мне, малыш. И Жень, пап, какой малыш? Ты малыш? Ну я для него и есть малыш. Уже такой постаревший малышонок такой. Как для родителей. Кем бы ты ни был, там пастырь, епископ, архиепископ. Малыш. Так вот и для нее, вот это ее сын, прежде всего, сын. Мы понимаем, Мессия, да? Сын прежде всего. И она вот смотрит на это, на своего сына. временно, как мы смотрим на себя, ощущая, с одной стороны, вот точку вечную, внутри, а с другой, это временная, проходящая картина. Все меняется, время меняется, эпохи меняются, музыка меняется, все меняется, но оно, как будто все кружится. Все вот так находится. И вот вы знаете, когда люди не задают себе таких вопросов, то часто они приходят к глубочайшему разочарованию абсолютно во всем. Я думаю, не случайно большое количество пожилых людей настолько внутренне озлоблены из-за внутреннего разочарования. Внутреннего. Вот прожил я жизнь и их... Как помните, в Псалме написано, дни наших там 80, 70 лет при большей крепости, 80, Микеланджело 80 прожил. И большая часть из них какая? Труд и болезни. Ну вот жил, 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 прожил. И... Потому что, если мы будем смотреть на земной путь Иисуса Христа, я сейчас говорю, не беру вечный взгляд, земной путь, ну, родился, проповедовал, исцелял, потом эти же, кого он помогал, кричали, распни, и вот его распяли самой позорной и мучительной смертью, которая была в то время. И вот, вот, просто тело. Вот и вся жизнь. Просто тело осталось, которое сейчас в огроб положат. И дальше что? Очень интересно. Однажды Джованни Стротци, правда, про другое произведение Микеланджело, написал такие строки. Вот эта ночь, что так спокойно спит, перед тобою, ангела создания, она из камня, но в ней есть дыхание, лишь разбуди, она заговорит. На эти строки Микеланджело, он был не только скульптором, он был и художником, как я сказал, и поэтом, ответил так. Мне сладко спать и пуще камнем быть, когда кругом позор и преступление, не чувствовать, не видеть облегчение, умолкнешь, друг, к чему меня будить. И вот вы знаете, мне иногда кажется, что вот эти строки, написанные Микеланджело, мне сладко спать, а пуще камнем быть, когда кругом позор и преступление, не чувствовать, не видеть, облегчение, умолкнешь, друг, к чему меня будить. Это вот результат каждого человека, который смотрит на свою жизнь, только исходя из временного. Нет ни в чем смысла, ни в плохом, ни в конечном счете, с хорошим. Все уходит, и плохое в землю уходит, и хорошее, и коммерческая музыка, и гениальная музыка. Все проходит, все забывается. Нет памяти о проживом. Скажешь, вот новое, и оно проходит. И вот среди этого боли, среди этой скорби, да камнем быть, камнем быть, вот. Не чувствовать, не видеть, закрыться. Человек в футляре, да, чеховский? Вот закрыть себя в футляре и ходить вот здесь, просто так вот. ни с кем не соприкасаясь. Как говорят, что ежик защищен от ударов врагов тем, что его не могут погладить даже друзья. Везде иголки выставил, все. Что тут, какой смысл? В чем дело? И вот вы знаете, вот эта скульптура, она основно показывает другой взгляд, что помимо всего вот этого внешнего, временного, приходящего, есть другая точка, точка внутри нас, вечности. Точка, с которой мы смотрим, как написано, Христос в нас. Упование славы. Бог, да, Царство Божье внутри вас есть, говорил Иисус. Вот эта точка внутри нас, божественная точка, с которой мы можем смотреть и на окружающий, проходящий мир, и на собственную, не всегда нас, радующую судьбу. И вот это Царство Божье внутри нас. И знаете, я сразу вспоминаю знаменитые слова апостола Иоанна, вот этого знаменитого триада, правда в разных местах, но он сказал три вещи. Первое, Бог есть дух, помните? Второе, Бог есть свет, и третье, Бог есть любовь. Вот она, триада вечности, дух, свет и любовь. И это находится в нас. Поэтому главное наше призвание вот этой вечности, это проявлять вот это все, дух, свет и любовь. Поэтому Писание нас призывает приносить что? Плоды духа. Да? Писание нас призывает быть светом этому миру. И Писание нас призывает любить ближнего, как самого себя. И когда мы проявляем вот это божественное начало в своей жизни, то тогда получается, можно еще раз крупное лицо, Марии, вот смотрите, она смотрит на него, да, скорбь есть, но обратите внимание, трагедии-то нет. Нет того, что мы зарыдали, что мы видим, она скорбит, видя конец. А это ведь страшно, пережить собственного ребенка. Понять могут те, кто это пережил. Но нет трагедии. Почему? Потому что в этом слово нас смотрит не просто измученная мать, а нечто божественное смотрит. Понимая, что все это, даже если это кажется напрасным, и все его проповеди, и его прекрасные учения о Царстве Божьем, и его помощь людям, и его исцеление, все вот, он никем не нужный, брошенный, с позором убитый, казненный. И к чему было, да, к чему сия трата, к чему сия жизнь. Но когда смотришь на это, ты понимаешь, что за этим проявляется нечто большее, чего не видели люди того времени. Но Христос, который взял на себя грехи всего мира, понимали ли они в то время, что об этом человеке, о Сусе Христе будут говорить спустя века в странах, далеких от мест событий, словно божественное в этом находится. Божественное все смотрит на это. И всему придает смысл свет, дух, любовь, дух, который движется, дух, руах, дыхание, движение постоянно. И ты вдруг понимаешь, да, мы часто ищем Бога, да, ну, порой, по крайней мере, в нашей земной жизни Бог это не столько существительное, в нашей земной жизни Бог это больше глагол. Хотя его не существительность глагола, конечно, не сравнить, он несравненный. Но любовь это что? О, любовь, это нечто, что ты проявляешь. Цвет, некое движение, дух, да, руах, ветер, некое движение, когда ты проявляешь любовь, проявляешь свет, проявляешь, понимая конечность, проявляешь, понимая вот эту всю зацикленность, но ты все равно не перестаешь любить. Почему? Да потому что в тебе раскрывается вот это божественное начало, божественная природа, и ты понимаешь, что в этой всей закольцованности не напрасно все. Иисус Христос и проявил это, не только умерев, но и воскреснув из мертвых, смертью, смерть поправ. И вы знаете, вот это ощущение, которому рано или поздно приходит каждый христианин, вот это ощущение двоякости, вечности и временности, определенно заключенной в твою жизнь. Вечности. Поэтому, когда ты смотришь на Пьета Микеланджело Бонаротти, ты словно видишь себя вот в обоих этих фигурах, ощущаешь вот это. И поэтому драгоценная эта фигура, чуть ли не центр собора Святого Петра, к этому все ведь и приходит, в этом и есть суть христианства. Марии не нужно слишком превозносить, как может быть кое-кто делает, но ее уничижать не надо. Это не просто Мария. Не просто Мария. Очень интересна история этой скульптуры. В 1971 году один геолог австралийский, которого звали Ласло Тот, приехал в Рим, где он решил заявить о себе, как о втором пришествии Иисуса Христа. У него были просто проблемы с психикой. Он решил, что второе пришествие Христа, пытался безуспешно встретиться с Папой Римским, не получилось. И вот тогда он был в мае 1972 года, он оказался на литургии праздничной в соборе Святого Петра по случаю дня Святой Троицы. И вот когда литургия закончилась, он набросился на скульптуру с криком «Я Иисус Христос восстал из мертвых». Видите, вот там было две тысячи человек, хотя уже и закончилась литургия, поэтому снимки даже кто-то успел запечатлеть, бросился. И он, прежде чем его оттащили, вот еще есть еще одна фотография, где его уже оттаскивает. Видите, он уже отбил руку статуи, он отбил ей нос, отбил глаз, он бил только по Марии. Бил только по Марии. Это, конечно, скульптуру потом реставрировали, это заняло месяцы, потому что там было десятки кусочков. Причем некоторые туристы решили на память унести некоторые кусочки, к ним потом обратились, говорили, верните кусочки. И там даже некоторые из Америки потом присылали эти кусочки и в конце концов восстановили, потому что не смогли, они там взяли сзади статуи, видите, вот она была искорежена, эта статуя, там взяли какие-то кусочки сзади, потому что спина не видна. И тоже сделали, в конце концов ее снова восстановили, но теперь, если вы там окажетесь, вы увидите, что она за пуленепробиваемым стеклом сейчас. Так что уже не получится повторить. И этот Ласло тот, когда его судили, ну его сначала судили, потом поняли, что он полностью психически нездоровый человек, на суде он кричал, что он Христос, что он получил повеление уничтожить Марию, потому что у Бога нет матери, обвинил в суде в грехах, в гордыне, и всем посулил страшное горе на суде великом. Вот. Но то, что в действительности этот Ласло тот так и не понял. Здесь не показана Матерь Бога, держащая на коленях умершего Бога. Здесь, как и всякое искусство, а мы знаем, Бога не видел никто никогда, его невозможно представить. Здесь больше в этом мы можем видеть себя, нашу сущность, вечную и временную. Все приходящее и вечное, которое за тем наблюдает, но не просто холодно наблюдает, холодно смотрит, а любит. Из ее лица словно свет идет в сторону своего сына. в этом и есть настоящая сущность духовной жизни, когда мы все больше и больше раскрываем в себе вот это Божье Царство. Мы все больше и больше раскрываем в себе вот этот Дух Христов. И мы не просто смотрим на все, как такие уставшие мудрецы, это было и прошло, и нет ничего нового, и все суета, все пар, суета, суеты, и томление Духа. Можно к этому прийти. А вот здесь другое. Ты видишь реальность, ты не живешь в каких-то иллюзиях сказочных, ты видишь реальность, но ты продолжаешь светиться, продолжаешь любить, и продолжаешь жить Духом, приносить плоды Духа. Потому что за всем этим видимым, может быть, в чем-то однообразном, в чем-то повторяющемся, есть невидимое дыхание вечности, что является сутью духовной жизни. Очень интересно, Микеланджело очень любил эту свою статую, Пьетту, самую первую, хотя у него потом были еще другие, но это его самое лучшее, самое известное. И иногда он любил приходить и смотреть, и как-то раз он пришел и услышал, как кто-то разговаривает, ну, раньше, помните, интернета не было, телевидения не было, Микеланджело слышали, но в лицо не все знали. И он видел, как там кто-то стоит, какие-то люди обсуждают и спорят, кто автор этой скульптуры. И называли не Микеланджело, а других. Микеланджело расстроился ночью, прокрался к этой статуе и выбил свое имя на ней, что это он, автор. Причем с ошибкой выбил. Но никто не справлял уже потом никогда, до сих пор ошибка осталась. И даже когда он это делал, по рассказам, он это сделал ночью, и вошла монахиня, увидела, как Микеланджело выбивает свое имя и попросила его дать ему немножечко мраморной пыли с тела Христа. Его это так сильно тронуло, что он немножко отбил мраморной пыли и дал этому монахине с тела Иисуса Христа. Но после этого Микеланджело так себя корил, потому что это единственное его произведение искус, подписанное им. Он никогда не подписывал, потому что он считал, что он лишь проводник, который передает то, что ему показывает Бог, и настоящий автор его творений Бог. Поэтому он не имеет права ставить свою подпись. Очень хорошее отношение к авторским правам, если это настоящее творчество. Это единственное, что он подписал, но и в этом он себя так же укорял потом уже, что зря он это сделал. Все-таки мне пришло это от Бога. И вот вы знаете, когда есть это осознание, что каждый из нас в своей вечной сути, мы просто каналы, проводят свою волю, свою любовь в этих запутанных трагических жизненных ситуациях, свой свет, в этой мраке, в этой лжи, в этой неправде и проявляют плоды своего духа. Любовь, радость, мир, помните? Терпение, милосердие, веру и не имеет значения, что там за имя будет подписано, запомнят твое имя, как имя Микеланджело или не запомнят. Дорогие, какая разница? Если чество будет существовать дальше и дальше, то имена Микеланджело не так же канут в лету, никто помнить об этом не будет. Имена все проходят. Но когда мы проявляем Господа через свою жизнь, это не пройдет никогда, потому что в этом проявление вечного Божьего Духа. И я в этой картине вижу, в этой скульптуре вижу просто призыв не цепляйтесь за земные вещи, как бы они дороги для вас не были. Продолжайте любить, даже когда окажется смысла нет и все однообразно и ни к чему не приходят и делаешь лучшее, а тебя обвиняют, стараешься, а у людей новые претензии, продолжай любить, продолжай нести свет, продолжай жить жизнью Духа. В этом ответ на тот грандиозный вопрос, который задал в своей книге Экклезиаст, что же не суета. Вот. Это не суета и не томление Духа. Давайте закроем глаза и склоним головы. Дорогоценные, я понимаю, что у каждого из нас свой путь и каждый пришел сюда в каком-то определенном состоянии. У кого-то может быть сложности на работе, у кого-то там трение, может быть, с близкими людьми, у кого-то с семьей, может быть, кто-то, может быть, просто устал, ты не знаешь, что делать дальше, как будто эта пандемия обнажила все твои проблемы, годами накопившиеся. А у кого-то внутри может быть боль, твой близкий человек сейчас болен и может быть в больнице. и тебе приходят на память случаи, как тот умер, тот умер, и ты переживаешься больше и больше. Каждый из нас сейчас здесь находится в каком-то определенном своем состоянии, каждый на каком-то определенном этапе, каждого окружают какие-то определенные сейчас обстоятельства, и когда мы слишком погружаемся вот в эти внешние видимые обстоятельства, то мы невольно приходим все к одному выводу, суета-сует, все суета, все суета, все томление духа, ни в чем нет смысла. И уже даже в церковь приходишь и радости словно нет, потому что церковь это тоже для тебя постепенно превращает во что-то внешнее, во внешнее посещение, собрание, привычное для тебя уже, традиционно привычное для тебя. Вот в этом всем находишься, и когда для тебя уже все, и церковь суета, и служение суета, и молитвы, ну и молюсь, и что? И там плохо, и там тяжело, и тут труд, и тут болезнь. И словно, знаете, ты как бы вот вне времени иногда остаешься, вот это то, что переживаешь во время молитвы созерцания, словно вот это прошлое, настоящее будущее сходится в одну точку. И ты в этой точке, такая там, неделимая что-то, вот внутренняя, потому что я абсолютно убежден, что неделимое конечное, оно не внешнее, не физическое, это внутреннее. И вот именно для людей в таком состоянии и создано это творение. Дано Богом нам через Микеланджело, чтобы ты посмотрел на это любящими глазами Марии, любящими глазами вечного Духа. И продолжил делать лучшее, что можешь. Продолжил любить, продолжил нести свет, даже если не ценят, даже если кто-то ворчит, даже если кому-то не нравится, продолжай, продолжай. Даже когда ты не понимаешь, что было дальше, я не знаю, понимала ли Мария, что будет дальше. осознавала ли она сильно, как мать в воскресенье, держа на руках казненного, казненного сына, да, тело его уже, тело казненного сына, держа на руках. Я не знаю, а это и не имеет большого значения, понимаете? потому что в этом показано что-то большее. Вот эта точка внутренняя, самый наш глубинный предел, то, из чего все исходит. Мы как будто смотрим из этой точки. И мы и есть внутри вот эта точка. Царство Божие внутри нас. Свет, Дух, Любовь. Продолжай приносить плоды Духа, быть скромным, нищим Духом, продолжай нести свет, свети, продолжай любить, прощать, миловать. Так ты проявляешь Божью невидимую природу в этом закольцованном видимом мире. Так через тебя вечность словно приходит на эту землю. Поэтому есть сложности драгоценные, есть трудности, есть боль, но нет здесь трагедии, понимаете? Нет. Что бы ни получилось, что бы ни стряслось, нет трагедии, никакой, если ты живешь Духом и смотришь глазами Духа. Нет. Что бы ни случилось, именно об этом апостол Павел и пишет, кто может нас отлучить от любви Божьей? Скорбь, теснота, гонения, пандемии, утрата близких, разочарование, предательство, а, что, что, да, ничто, если ты живешь Духом, смотришь любящими глазами Марии, ничто тебя не разлучит, ничто. И давайте сейчас будем закрытыми глазами. посмотри на то, в чем ты сейчас находишься, на то, что тебя тревожит, о чем ты переживаешь, что приносит тебе боль, или у тебя все хорошо, у тебя успех, а это очередная нервотрепка, когда ты успешен, ты так нервничаешь, как бы его не потерять, чем выше поднимаешься, тем больше тревоги, больнее будет падать. Как бы ты не обогнал другого, все равно мысль, когда-нибудь и меня обойдут. Поэтому суета, она и в поражениях, и в победах, переживание, оно и когда ты внизу, и когда ты наверху, во всем, во всем, во всем, если ты живешь только этим внешним, то ты как экклезиаст, суета, сует, все суета. Но когда ты живешь вечным духом, ты приходишь к творению Микеланджело Буонаротти, пьета, милосердие, сострадание, пьета, любовь. всемогущий Бог, коснись наших сердец, наполни нас, Господь, чтобы мы смотрели глазами любви, смотрели глазами веры, чтобы мы видели мир Твоими глазами, и жизнь вокруг нас, и нашу собственную жизнь, которая как пар проходит. И тогда мы можем не быть никогда разочарованными. Да, нас могут предать, но мы не будем разочарованы. Нас могут не понять, но мы не будем разочарованы. нас могут бросить, обвинить, но мы не будем разочарованы. Потому что любовь никогда не перестает. Как Ты, Христос, продолжал любить до последней секунды, прощая тех, кто не ведал, что творил. Дай нам, Боже, смотреть на мир Твоими глазами, Господь, глазами любви, и проявлять эту любовь во всем. И когда нас предают, и когда нас не понимают, и когда нас слишком поддерживают и восхищаются нами, и так же не терять своей головы и не гордиться, потому что и это проходит. Все проходит, род приходит и род уходит. А любовь пребывает вовек. Это та твердь, которая незыблема в этом зыбком и изменяющемся мире. Благослови, Господь. Благослови, Господь. Благослови, Господь. Благослови, Господь. И пускай, Боже, осознание того, о чем мы говорили сегодня, наполнит нас радостью, наполнит нас миром в этом гибнущем, приходящем и уходящем мире. в этой закольцованной материи. Наша твердыня – это безграничная милость, нескончаемая любовь и божественный свет. Аллилуйя. Саурамандыки, благослови, Господь. Учи нас этому взгляду, Мария. этот мир пытается разбить внутри нас это божественное начало. Этот мир пытается нас полностью сконцентрировать только на внешних вещах, на внешней жизни, на зарабатывании денег, на достижении, на успехе. Но я молю, мой Бог, чтобы мы не дали никому разбить этот божественный взгляд внутри нас. Это божественное начало внутри нас. никому не дали разбить. Аллилуйя. Боже, видеть я хочу, как видишь ты. Говорить хочу твоими словами, несущими жизнь, исцеление, благословение. Сделай нас, Боже, твоими руками, твоими глазами в этом мире, проводниками твоей воли. Каждый из нас творит, и я молю, чтобы в нашем творчестве было всегда дыхание вечности, дыхание небес, а не беготня за пылью и суетой по имя Иисуса Христа. Тогда мы сможем пройти через все на нашем земном отрезке, и ничто нас не отлучит от тебя, от твоей любви. слава тебе, честь и хвала Господь. Аллилуйя, Иисус, Иисус, Аллилуйя, Иисус, слава тебе, Иисус, Аллилуйя, Аллилуйя. Давайте встанем. Вы знаете, и давайте сейчас вот встанем, но продолжим стоять с закрытыми глазами. Сейчас представь тех людей, может быть, мысли о которых тебе сейчас, вот в данный период жизни, приносят наибольшую боль. Может быть, которые тебе какие-то неудобства причиняют, или конкретный какой-нибудь ущерб. И давайте помолимся, помолимся за то, от чего нам больно, помолимся за то, о чем мы переживаем. Помолимся, исходя не из нервозности и желания все сделать, как я хочу, чтобы все поменялось, все было хорошо. Да на этой земле все суета, и плохо, и хорошо, и поражение, и победа, об этом же пишет Экклезиас. Ну что там, у него все было, и успехи, и строительство, и все. Но без Бога-то, без его вечного взгляда ничто тебя не будет радовать. Все нас присытит, от всего мы устанем. Так же ведь? А когда Он внутри нас, каждая мелочь имеет смысл. Каждая мелочь. Смотришь на скульптуру, Бог тебе через нее говорит. Так бы прошел мимо, а тут увидел. Почему? Другой взгляд. Красота в глазах смотрящего. И давайте помолимся за этих людей. Помолимся, чтобы мы их любили. Где, от кого нам больно, от кого нам трудно, кто может быть причиняет нам неудобства в жизни. Благослови, как учил Иисус. Молись за них сейчас. Благослови, чтобы ты нес свет. Благословение проклинающим. Свет тем, кто живет во мраке и в тьме. Молитва за тех, кто погибает. О, Господь, благослови, Боже. Благослови, Иисус. Благослови, Иисус. Благослови, Господь. Благослови, Господь. Аллилуйя. Мы любим Тебя всем сердцем. Мы любим Тебя всей душой. Мы любим Тебя всей нашей крепостью, Господь. Спасибо тебе за любовь твою, Иисус. Слава Господу. И, дорогие, вы знаете, я хочу, чтобы вы ушли и запомнили, в каждом из нас, вот есть эти две стороны, да, в каждом из нас, в каждом из нас живет Микеланджело Буонаротти и Лас-Ла-Тот есть тот, кто хочет проявить божественное начало и тот, кто хочет его разрушить внутри нас, чтобы ты жил только внешним. Что мы выберем? Или путь разрушения этого вечного взгляда из-за разочарований? что я бы хочу сказать порой, религия, а Лас-Ла-Тот был религиозным человеком, тоже разрушает это божественное начало в нас, как насколько религиозные люди бывают нетерпимы, непримиримы, жестоки, горделивы, а? Не важно, кем ты себя возомнил, какой дух в тебе, вот в чем важно. И вот этот Лас-Ла-Тот, который внутри нас, вот этот ненормальный геолог со своим молотком геологическим разбивает все там божественное и приводит просто к руинам, к осколкам. Или Микеланджело символ творца, творения, божественного творческого начала. Когда Бог творит, продолжает творить, несмотря ни на что, продолжает любить. Что мы проявим с вами? Что мы, кто проявится в нашей жизни? Это наш выбор, наш вопрос. Аминь. Даматрюбим Богу славу, чести и хвалу. Аллилуйя. Дорогие друзья, пожертвования можно внести любым удобным для вас способом. Способ первый. На сайте церкви New Life.ru в разделе «Поддержать нас» с помощью платежного сервиса Робокасса ввести сумму и выбрать любой из предлагаемых способов оплаты. Способ второй. с помощью QR-кода, который также размещен на сайте церкви в разделе «Поддержать нас». Способ третий. Через сервис Сбербанк Онлайн в разделе «Оплата услуг» набрать церковь «Новая жизнь» города Екатеринбурга. Реквизиты и полное наименование получателя встанут автоматически. Вам необходимо будет внести вручную сумму и назначение платежа «Пожертвование на осуществление уставной деятельности». Большая просьба точно указать именно такое назначение платежа. Способ четвертый. Любым другим безналичным способом по реквизитам, указанным на сайте церкви newlife.ru в разделе «Поддержать нас». Если у Вас возникают вопросы о способах пожертвования, Вы можете задать их по телефону 8-912-22-333-02. Пожалуйста, не используйте этот номер телефона для перечисления средств. Он предназначен только для информации. Редактор субтитров А.Семкин